Добрый вечер! Меня зовут Анна Харитонова, и я рада приветствовать всех, кто решил присоединиться к Библионочи Российской Государственной Библиотеки для Молодежи. Искусство Победы. Однажды корреспондент газеты «Правда» спросил героя Советского Союза Петра Петровича Вершигару, бывшего кинорежиссера, командира дивизии в легендарном партизанском соединении Ковпака, между прочим, ведущего фотографа Второй мировой войны, Второй Великой Отечественной войны, писателя. В 1944 году он начал свою повесть прямо на передовой под названием «Люди с чистой совестью». Ее высоко оценил Вениамин Каверин, тот самый автор двух капитанов. Так вот, этого человека журналист спросил, чего больше всего боятся ковпаковцы? И Петр Петрович ответил так, ковпаковцы – настоящие герои, а герои больше всего боятся забвения. Так вот, сегодня, погружаясь в Библионочь искусства Победы, мы вместе с вами откроем для себя впервые или вновь мгновения, эпизоды, главы, целые истории жизни искусства в годы войны. Мы прикоснемся к военным будням работников культуры и искусства, вспомним имена и лица, и обязательно подумаем о тех, чьи имена мы вспоминаем уже без лиц, а чьи лица помним уже без имен. И главное, что мы вспомним всех тех, кто стоял и будет стоять за кадром, за кулисами, за каждой строкой, словом и, главное, делом. Ведь знать свое прошлое и вечно его помнить – наш человеческий долг и лучшее выражение благодарности, на которое мы с вами сегодня способны. Итак, мой сегодняшний рассказ для вас называется просто «Сюжеты театрального фронта». Ну, почему, собственно, сюжеты? Да, в общем-то, от того, что жизнь театра в эпоху Великой Отечественной войны – это особо очень насыщенная тема, раскрыть которую, честно говоря, в рамках 40 минут попросту невозможно, и я боюсь, что даже в цикле лекций это тоже было бы неподъемно, и исчерпать эту тему также бы нам с вами не удалось. Каждый театр, каждый дом, каждого артиста, каждого человека по всем уголкам Советского Союза затронула война, напрямую затронула. И пытаясь сегодня дать некое общее представление об этом периоде в театральной жизни, я буду, конечно, обращаться к конкретным примерам, порой точечным, порой перекликающимся друг с другом, с другими сюжетами. Однако будем же не умалять при этом ничьих заслуг, и будем отдавать себе отчет в том, что все города, театры, работники творческих цехов, не упомянуты нами сегодня, не упомянуты лишь от того, что невозможно охватить такой массив культурного багажа. Тем большую гордость должна вызывать в нас его весомость. Так, поехали. Чтобы представлять себе масштаб того вклада, который сделали работники культуры, искусства, театров, в частности, в Великую Отечественную войну, в Победу, обратимся к статистике. Она, конечно, удивительная. Миллион триста пятьдесят тысяч художественных выступлений за четыре года войны. Четыреста семьдесят три тысячи концертов и спектаклей были даны в боевой обстановке. Было созвано три тысячи шестьсот восемьдесят пять артистических бригад, и в них работало более сорока двух тысяч представителей искусства. Кроме того, сверх запланированных репертуаров, сверх плана артистами было сыграно пять тысяч двести семьдесят пять спектаклей. Собранные деньги были отправлены в фонд обороны. Это было девяносто восемь миллионов рублей, которые были переданы на помощь фронту от работников искусства. Для фонда помощи детям погибших воинов было показано еще две тысячи сто восемьдесят три представления сверх плана и собрано двадцать пять с половиной миллионов рублей. Сорок пять тысяч артистов непосредственно воевало в действующей армии. Более трех тысяч работников искусств награждены боевыми орденами и медалями. Если взглянуть на эти лица, конечно, это всего несколько человек из того сонма артистов, которые участвовали в боевых действиях, но опять-таки каждый из них был героем. И я думаю, что мы с вами легко узнаем и Владимира Этуша, и чуть ниже, видите, Станислава Ростоцкого, того самого автора классической киноверсии «Азоре здесь тихие». Мы видим и Попанова, и Зиновия Герда, и Михаила Пуговкина. Чуть ниже в очках мы видим с вами режиссер Леонида Гайдая. Справа и выше Владимир Басов, Алексея Смирнова. Ниже Юрий Никулина, а над ними совсем еще молоденький Зиновий Герд. Вообще, хотелось бы прежде переходить непосредственно к рассказу о фронтовых бригадах, сказать о следующем. Историю артистической жизни военных лет мы можем представить себе как две параллельные, но тесно взаимосвязанные между собой формы существования театра – тыловую и фронтовую. Театр по обе стороны передовой, конечно, подвергся влиянию совершенно новых условий и нового режима работы. В тылу жизни театра мы можем рассматривать в двух координатах – дом и эвакуация. В боевых условиях на передовой мы говорим о деятельности фронтовых бригад, а с конца 1941 и особо с 1942 года мы говорим об образовании фронтовых театров и фронтовых филиалов стационарных театров. Как мы видим, война актуализировала представление о наличии театров стационарных и передвижных. Итак, что же такое фронтовые бригады? Что они из себя представляли? Уже 23 июня, на следующий день после начала войны, Пленум ЦК Профсоюза работников искусств опубликовал обращение ко всем творческим работникам. В нем задачи, главной, пожалуй, задачи всех сотрудников, всех, кто работал в сфере театрального искусства, от, собственно, самих артистов до монтажеров сцены, гримеров, все они должны были обслуживать действующие части армии и военно-морского флота. Уже в июле 1941 года была создана одна из первых бригад, куда вошли московские актеры разных театров. Возглавил эту бригаду Борис Михайлович Филиппов. Бригада отправилась под Вязьму. На тот момент Филиппов – директор МОЗ-эстрады. В состав этой бригады входили небезызвестные нам великая русская певица Лидия Русланова, артист Владимир Хенкин, вот вы видите его справа от Филиппова, и также Михаил Гаркави, конферансье, актер сатирического амплуа, а также по совместительству супруг Лидии Андреевны Руслановой. Вот вы видите, как они вдвоем вместе выступают в составе фронтовой бригады на передовой для бойцов. Одними из первых в ряды фронтовых бригад вступили актеры московского ордена Ленина Академического малого театра. Вообще история малого театра в годы войны, их фронтовая история изложена в книге «Воспоминания артистов малого театра о войне». Удивительный факт, но они стали фронтовой бригадой еще 21 июня до официального объявления войны. Как так вышло? Попросту артисты давали представление в одной из частей Красной Армии, была объявлена война, и возвращались они уже в Москву, в свой родной театр, можно сказать, будучи уже невольно фронтовой бригадой. Кто входил в состав фронтовых бригад? Конечно, они были представлены в том числе и ведущими кадрами самых разных театров из уголков СССР. Вот лишь несколько ярких примеров из столичных театров. МХАТ – это Алла Тарасова, Анастасия Зуева. Анастасия Зуева – замечательная актриса, которой довелось раскрыться в амплуа бабушек, старушек. И, конечно, мы с вами помним ту замечательную сказочницу, уютную, которая раскрывала створки окошка и впускала нас в сказочную киножизнь Василий Качалов, Михаил Тарханов, Иван Москвин, Иосиф Раевский, Виктор Станицын, Марк Пруткин, Борис Добронравов. Вот вы можете заметить, что представлены актеры разных поколений. То есть возраст не играл никакой роли и не ставился вопрос такой, что будет ли по возрасту артист не выезжать, не подходить. Мы видим совершенно разные актерские кадры в составе фронтовых бригад. Красавица Ольга Андровская, Николай Дорохин. Судьба у него удивительная. Он начинал актерский свой путь в Ельце, потом оказался в Мхате уже в составе мхатовской фронтовой бригады. Фронтовая бригада под началом Николая Дорохина дошла до Берлина, прошла всю войну, была одна из самых известных. Он оставил воспоминания об этой театральной жизни на фронте. Книга называется «По дорогам войны». К сожалению, жизнь его была короткой. В 48 лет он скончался. Они собирались вместе с женой Софьей Пилявской отмечать Новый год дома у Ольги Леонардовны к Ниппер-Чеховой. И случился удар, и Николай Дорохин не дожил до своего и общего Нового года. Малый театр. Бригады были представлены артистами из Малого театра, такими, как Евгения Турченинова, Михаил Царёв, Николай Аненков, Провсадовский, Александр Остужев, Игорь Ильинский, Александра Яблочкина, Вахтанговца, Александра Ремезова, Андрей Абрикосов, Анна Орочка. Ленинградский театр драмы имени Пушкина был представлен, пожалуй, одним из ярких примеров артистами, Николаем Черкасовым. Все мы помним Александра Невского, того же хотя бы. Все мы помним кинофильм «Весна». Екатерина Корчагина- Александровская, орденоносец. Ленинградский тюз представлял Леонид Макарьев. Собственно, у истоков фронтовых бригад возглавляли фронтовые бригады такие не только замечательные артисты, но и режиссёры, как, например, Юрий Завадский, Александр Гончаров и другие. Что же, собственно, такое фронтовая бригада? Как выглядела сцена, зрительный зал, как составлялась программа выступлений, с какими условиями на фронте сталкивались артисты? Вот перед вами типичный зрительный зал во время представлений, даваемых фронтовыми бригадами. Что такое зрительный зал? Это земля. Вы видите, что бойцы сидят просто вокруг артистов или же стоят. Лучшая версия зрительного зала, конечно, это возможность присесть, это и лавки. Вот наверху, на верхней фотографии вы видите, как зрительный зал, собственно, сколочен из стволов и веток. Внизу, конечно, другой разговор, если фронтовые бригады выступали в госпиталях, а это была частая практика, в пунктах эвакуации, на вокзалах. Там, конечно, уже что-то больше походило на помещение для некоторых представлений. Вы видите уже более полноценную сцену. Возможно, это, кстати, какое-то помещение Дома культуры. Вы видите уже возможность бойцам присесть. Сцена. Как выглядела сцена? Конечно, самый, наверное, классический ее вариант во фронтовом театре это кузов, а в идеале два кузова, состыкованные, можно сказать, между собой. Балерины говорили, что по их воспоминаниям это одна из лучших сцен, потому что это хотя бы некоторое ровное пространство, потому что в практике, во фронтовой практике артистов балета мы встречаем и такие воспоминания о том, как пуанты застревали в комьях земли, а отказаться от выступлений, глядя в лица бойцам, они просто не могли. И поэтому кузов это очень даже хорошая, добротная сцена для артистов разных жанров. Вот видите другие варианты, например, сверху артисты цирка выступают, девушка жонглирует, вокруг лежат зонтики. Еще вариант сцены. Земля, покрытая соломой, хорошо, если сверху можно положить плащ-палатку или брезент. Иногда сцены становились даже танки или самолеты. Полевая сценография. Это совершенно особая тема в истории военного театра. Вот перед вами два примера замечательных, к слову, выгородок. Здесь они, в общем-то, есть. Один из участников фронтовой бригады вспоминал, как вы думаете, возможно ли с помощью всего лишь нескольких ящиков с боезапасами составить обстановку салона Бетси, например. А им, тем не менее, приходилось. В связи с разговором о сценографии, о художниках реквизиторах военных театров хочется вспомнить Александра Павловича Васильева, отца небезызвестного всем нам историку моды коллекционера Александра Александровича Васильева. Он прошел долгий путь от бойца трудового фронта в Карелии до художника, до главного художника всех фронтовых театров Всероссийского театрального общества. У него есть довольно любопытные воспоминания о том, как, собственно, военном положении художникам, реквизиторам, монтажерам сцены приходилось выкручиваться в таких непростых условиях. Он описывает материалы, на которые сменились обычные материалы при изготовлении декорации, о том, что нельзя было готовить никакие рабочие снаряжения для сцены выше двух с половиной метров, потому что в условиях поля, полевых условиях нужно было, чтобы с любого ящика, тумбочки, пня достать до верха этих укреплений, чтобы собрать сцену в любой обстановке. Поэтому и материалы, и возможность делать реквизиты и декорации в виде конструкторов тоже было крайне актуально, потому что в кузове нельзя было занимать очень много места, собственно, там должны были помещаться и артисты. В принципе, фронтовая бригада, это грузовик в кузове, в котором, можно сказать, помещался весь театральный мир, который сейчас выезжал в конкретную боевую часть. В составе группы было средним, иногда до пяти человек. Это артисты принимали на себя функцию и гримеров, и реквизиторов, и осветителей, и работников сцены. В общем, приходилось делать все и забывать о том, солист ты или не солист, стоишь в массовке или просто отвечаешь за выходы актеров на площадку. Афиши. Вот несколько примеров. мне показалось они любопытными. На верхней афише вы видите популярную пьесу «Парень из нашего города». Внизу любопытная афиша театра кукол. Театр кукол тоже выезжал на фронт. Справа вы видите, как гримируются перед выходом на площадку актеры. Внизу, кстати, Анастасия Зуева, та самая, за грузовиком приводит себя в порядок. К вопросу о гриме. Это был момент спорный, смотря когда давался артистам представление. Днем грим, конечно, немножко терял свой смысл, а вот если это были вечерние представления, можно сказать, условно, по-настоящему театральные, то тогда, да, активно гримировались. Встречи со зрителем. Вообще, отдельная тема, пожалуй, для разговора, это то, как поменялись отношения между артистом и зрителем в годы войны. Во-первых, сократилась дистанция. По воспоминаниям большинства актеров совершенно разных театров, разных уголков страны, с одной стороны, страшное военное положение, с другой стороны, оказалось полезным для их актерского духа, потому что они вдруг поняли, насколько действительно зритель в них нуждается, что это не дежурный поход в театр на представление, а это действительно был целый праздник для бойцов, когда к ним в часть приезжала фронтовая бригада. Опять-таки и бойцы, многие из которых вообще впервые в жизни слышали оперные арии, отрывки из балетов, для них это действительно было чудом. И, конечно, удивительная ситуация, что те, кого в жизни, в мирное время, наверное, простой солдат мог никогда и не увидеть, вдруг мог встретиться с этим артистом, со своим кумиром, прямо вот здесь, сейчас, между двумя боями. Кстати, сами и актеры, и солдаты вспоминали такие истории, что вот приезжает в часть театральная труппа, начинает давать спектакль, артисты уберегли, выставляли часть бойцов охранять площадку, где происходило представление. И, конечно, бойцам, которые были в дозоре в это время, было несколько обидно, что, мол, ну вот, спектакль покажут, уедут, а мы, в общем-то, так и не увидим ничего. Но, когда они возвращались, актеры играли спектакль вновь, ребята, которых охраняли, садились в зрительный зал, условный наш зрительный зал, а другие уже бойцы шли на смену вот этим ребятам на дежурство. Нельзя обойти такую тему, как, конечно, звезды, в том числе, кинозвезды, эстрадные звезды, участвующие во фронтовых бригадах, всенародные любимцы, думаю, вы их сейчас сразу точно узнаете, Лидия Андреевна Русланова, русская певица, прославившаяся такими песнями, как «Ох ты, степь широкая», «Валенки», история «Валенок», конечно, удивительно, потому что «Валенки» это цыганская, плесовая песня, старинный цыганский романс, его исполняли с разными разночтениями, но очень любили в России 1910-1930 годов, и эта песня входила в репертуары многих артистов, была записана на разных грамп-ланстинках, вот, но Лидия Андреевна реанимировала эту песню, и в той редакции, в которой она ее адаптировала под свой репертуар, под свои выступления, она и дошла, собственно, до нас. То, что мы с вами слышим и сегодня, то, что мы называем «Валенками», это вот то, что придумала, создала, переделала Лидия Андреевна, что, собственно, одна из легенд, не легенд, конечно, это правдивая история, просто существуют ее рассказы с разными подробностями, что, приехав на один из своих фронтовых концертов, она вдруг Русланова заметила, что в первых рядах сидят солдаты, которые ее ждут, и сидят все в валенках, и подумала, что вот, ну, надо же, и здесь наши русские валенки тоже оказались, какова же их судьба. Она немного переделала сюжет, песни, драматургию текстовую, переделала очень сильно, между прочим, мотив, основной мотив самой песни, и в итоге валенки прозвучали на всю страну, и более того, во время концерта, уже на ступенях рейстага снова прозвучали знаменитые русские валенки от мамы бойцов. Клавдия Ивановна Шульженко. Вместе с мужем Владимиром Коралли еще в конце 30-х годов они организовали свой джаз-бенд, джаз-оркестр. Во время войны их джаз-оркестр выступал на Ленинградском фронте. Конечно, Клавдия Шульженко более всего известна нам сегодня как исполнительница замечательной, великой песни, трогательной очень просиний платочек. История этой песни тоже удивительна, потому что и она подверглась некоторым изменениям. Она была написана в 40-м году ежепетербургским композитором и дирижером. Он же был автором музыки к знаменитому танго «Утомленное солнце», тоже небезызвестный у нас в России и по сей день. А вот слова исходные Якова Гольденберга помог ей переделать молодой лейтенант Михаил Максимов. И его редакция исходного текста этой песни вошла в репертуар Клавдии Шульженко и дошла до нас. Леонид Осипович «Утесов». Сколько хитов было спето «Утесовым». Сколько, пожалуй, наверное, все военные песни были им в том числе исполнены. Но хочется отдельно вспомнить офицерский вальс, он же «Случайный вальс». Тоже очень трогается, очень милую песню, которая основана на реальных событиях. Это был эпизод из жизни одного фронтового хирурга, когда он пришел на танцы, что называется, в затишье между битвами. Вот увидел девушку, не знал, как ее зовут. История развивалась так, что в итоге после войны эта девушка написала в ту часть узнать, как он и что. Но на тот момент он уже погиб в бою. Так что песня очень трогательная и по реальным жизненным обстоятельствам написана. Конечно, кинозвезда Любовь Петровна Орлова. Невозможно обойти ее вниманием. Она была уже мегапопулярна в 30-е годы. Во время войны она также снималась в киносборниках в 40-х годах. Вот вы видите ее героиню. Популярной была почтальон «Стрелка», которая приносила с фронта добрые, светлые, радостные вести людям. Иван Семенович Козловский. Вот посмотрите на эти две фотографии. Оперный певец, солист Большого театра. И в то же время Иван Семенович Козловский среди бойцов приехал с фронтовой бригадой на передовую. Удивительно, что и Козловский, у него была толпа поклонниц. Вообще, в Большом театре того периода было два удивительных тенора. Это Лемешев и Козловский. У каждого был свой фан-клуб, как мы сейчас можем сказать. Назывались одни девушки Козловитянки, другие Лемешистки. Так вот, Козловитянки и Лемешистки, в общем-то, им удавалось существовать в итоге мирно. Почему? Да потому что, несмотря на то, что оба они были тенорами, амплуа у них были различные. Если Козловскому давались больше какие-то характерные роли, то лирику тянул на себе Лемешев. Очаровательный киномеханик конференсье в исполнении Аркадия Исааковича Райкина. О чем мы сейчас будем говорить? И говорить мы с вами сейчас будем об удивительном фильме, фильме-концерте, концерт-фронт, он так и называется, режиссером которого был Михаил Слуцкий. Снят фильм в 1942 году, в одной из самых непростых времен войны, периодов ее. Вы видите на фотографии Михаила Пуговкина и совершенно очаровательного милого Райкина, который как бы бойцам в землянке демонстрирует концерт-фронт, у которой дается артистами специально для них. И вот он запускает кинопленку и бойцы смотрят этот концерт. Кстати, очень рекомендую посмотреть этот фильм сегодня, чтобы просто иметь представление хотя бы о знаковых, а это настоящих хрестомазе, там собраны все ключевые театральные номера, песни, лица, имена, которые звучали в годы Великой войны и поддерживали дух людей и на фронте, и в тылу. Вот вы видите артистов Игоря Ильинского, чуть выше бабочки, как раз Козловского Ивана Семеновича, балерина Ольга Лепешинская, солистка Большого театра, Лидия Русланова, уже вам и сегодня нами воспоминаемая, чуть ниже ансамбль Александрова, собственно, исполняющего с чего начинается фильм. Концерт фронту открывается песня, конечно же, «Священная война», которая стала настоящим гимном для всей нашей Родины, звучала во время, в течение всей войны, поднимала бы его дух. В исполнении ансамбля Александрова невозможно слушать равнодушно. Удивительно, что эта песня была написана самим Александром Владимировичем Александровым, первым руководителем, дирижером этого ансамбля, уже на четвертый день войны, на четвертый день, точнее, она уже исполнялась на Белорусском вокзале. Это была сиюминутная, моментальная, творческая реакция, и, конечно, это был сразу такой шедевр, наверное, общий возглас, крик, не знаю, как это сказать. Вот мы видим Клавдию Шульженку с ее синим платочком, ну, правда, здесь он не синий, но тем не менее. В общем, рекомендую всячески посмотреть этот фильм, он есть в доступе целиком сегодня на Ютубе, где вам удобно. Фронтовые театры. Конечно, одних бригад малых было недостаточно, и уже с конца 41-го года и в 42-м году создавались фронтовые филиалы театров, фронтовые театры. Но еще, тут интересный есть момент, еще летом 41-го года несколько групп актеров Ленкома добровольцами ушла в народное ополчение, и там же создала красноармейский художественный ансамбль. Он набрал такую популярность, что осенью 41-го года был реорганизован в первый фронтовой театр под названием «Искра». Мы еще об одном сюжете, связанном с «Искрой», поговорим с вами чуть позже. «Искра» существовала вплоть до Дня Победы, и дала один этот театр фронтовой дал более двух тысяч спектаклей, спектаклей тысячи пятьсот из которых были даны на поле боевых действий. В октябре 41-го года при ГИТИСе с участием актеров разных московских театральных училищ было создано сначала пять театральных бригад, которые потом объединили в Комсомольском молодежном театре ГИТИСа. Вторым фронтовым театром при ГИТИСе стал театр-миниатюр «Огонек», его возглавил Мхатовец Иосиф Раевский. К слову, военной жизни ГИТИСа рассказывается очень подробно и интересно в книге его выпускника и участника событий тех лет Владимира Михайловича Каплина «Театр военных действий». Очень интересный сюжет, вообще любопытная и замечательная инициатива, которую выдвинул Государственный театральный музей имени Бахрушина, а именно вот тот призыв, который вы сейчас видите в себя перед глазами, обращение к театрам начать вести дневники фронтовых театров или дневники театральной бригады. Это удивительное предложение было с большим энтузиазмом встречено советскими театрами. Кстати, до сих пор в рукописно-архивном отделе музея Бахрушина вы при желании, если озаботитесь этим вопросом, можете познакомиться с дневниками фронтовых театров. Это очень интересные документы. Один из самых любопытных, это как раз дневник фронтового театра «Искра», о котором мы только что с вами говорили. Чем он удивительный? Обратите внимание внизу на даты. Это сентябрь 41-го, июнь 45-го года. То есть этот дневник опосредству настоящий альбом. Это фиксация событий всех четырех лет, ну почти четырех лет Великой Отечественной войны, театральной жизни на фронте. Здесь и благодарности зрителей, и впечатления самих о репертуаре, и вырезке из газет, и фотографии, и какие-то зарисовки, скетчи. То есть это действительно настоящий альбом такой передвижной театральной группы. Обратите внимание на правую картинку. Это записи спектаклей количества представлений данных в каждом году. Вы видите, что всего 1596, а в ТЛУ 450. К слову, о цифрах. Также там можно встретить такие удивительные заметки. По левую сторону в зеленой обочине навзничь лежала девочка лет 14. Руке осталась зажатая бутылка с молочком, и ветер шевелил платочек на голове, как будто она прилегла отдохнуть. Вот такие снятые эпизоды жизни, которые видели по пути на фронт или с фронта актера можно встретить не единожды в этих дневниках. Фронтовые дневники, к слову, вели артисты и Большого театра, и театров имени Вахтангева, Ермоловой, Малого театра, Смоленского театра, Свердловского, Костромского театров. Это вопрос о том, что эта инициатива была принята не только в столицах, но и по городам России прокатилась. Переходим теперь к большому отдельному разговору о том, что же было в тылу, театры дома. И, конечно, в силу ограниченного времени хочется сказать кратко, коснуться только, хотя история, конечно, велика, двух столичных городов Москвы и Ленинграда. Москва. Осенью, в ноябре-декабре 1941 года, в самое непростое время, когда фашисты были на подступах к Москве, единственным театром, который работал и продолжал, если не ежедневно, то регулярно, несколько раз в неделю выдавать спектакли, это был музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. Сохранились воспоминания бойцов о том, как они впервые, привезенные в столицу, пошли этим же вечером слушать Чайковского, оперу Евгения Онегина, их потом даже пригласили на сцену, состоялся разговор с артистами, а в это же время в 40 километрах по Волоколамскому направлению 316-я стрелковая дивизия того самого Панфилова обороняла подходы к Москве. Справа видите фотографию бригады пожаротушения, бомботушения, если быть точнее, в которой будущие народные и заслуженные артисты СССР. Ленинград. Ленинградский государственный театр музыкальной комедии работал единственной во все 900 дней блокады. Вот вы видите актеров за кулисами непосредственно перед спектаклем. В середине вы видите фотографию те же актеры на занятиях по военподготовке. В 42-м году проходила и елка для детей в этом театре. Отдельную благодарность выписали артистки театра музыкальной комедии товарищу Пельцер. Кто же это была такая? Это была Нина Васильевна Пельцер, балерина, хореограф, вот справа вы видите как артисты музыкомедии приехали с концертом в госпиталь. Интересно, что Нина Васильевна Пельцер, она же была, если вы помните замечательную кинооперетту «Летучая мышь», где играют оба брата Соломиных, она была одним из двух балетмейстеров этого советского фильма чудесного. Конечно, работал и дом радио на итальянской улице в Ленинграде. Это тоже отдельная совершенно глава в жизни Ленинграда, в жизни искусства Ленинграда, потому что дом радио транслировал и стихи Ольги Федоровны Берггольц, которая каждый день, почти каждый день ходила на работу и читала там свои стихи. Дом радио транслировал и седьмую легендарную ленинградскую симфонию Шостаковича, которая по всем репродукторам прозвучала по Ленинграду. Вера Сергеевна Костровицкая, балерина-ученица Агриппина Ваганова, которая во все дни блокады не прекращала работать и заниматься со своими девочками, фактически заставляла их ходить на занятия, чтобы они чувствовали вкус к жизни, вкус к профессии. Ее книга «100 уроков классического танца» до сих пор пользуется большим успехом. Она считала, что если вдруг после занятия ее танцовщицы спросят, а когда же следующий, это уже настоящая победа. Театр в эвакуации. Особая судьба, конечно, в этом смысле коснулась Малого театра. 11 месяцев он пробыл в Челябинске. В составе почти 200 человек работников Малого театра. Под их проживание в итоге в Челябинске выдали целую гостиницу «Южный Урал». В составе трупа была и 73-летняя Александра Яблочкина, великая русская актриса, которой предлагали на минуточку ехать в более благоприятный климат в Тбилиси эвакуацию. Он сказал, «Ну нет, я от своей трупа никуда не денусь». И в 73 года отправилась она в Челябинск. Первый спектакль, который они показали, это был Островский. На всяком мудреца довольно простоты. Вообще, за 11 месяцев эвакуации актеры восстановили весь свой репертуар. Это 14 спектаклей и русская классика и советская, это «В степях Украины», «Бешеные деньги Островского», «Стакан воды», «Без вины виноватый», «На бойком месте», «Евгения Гранде» и многие другие. Также было сыграно пять пример. И на самом деле, пожалуй, самая невероятная, удивительная примера, о которой непременно стоит сказать, это постановка спектакля «Отечественная война» 1812 года по роману Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Это спектакль шел в четырех действиях. В программке вы встретите, могли бы встретить, и можно сейчас в архивах найти сто имен актеров, сто имен. Туда были включены батальные сцены, призваны силы эвакуированных ребят Щукинского училища. Чтобы вы понимали ситуацию, театр драм, театр областной Челябинский, он не располагал огромной сценой. Вот даже физически представить, как это сотни человек вмещалось в пространстве за сценой просто, по-моему, невозможно. Это какая-то фантастика. Этот спектакль называли отдельным, просто самостоятельным, мощным оружием против фашизма. Кроме того, Малый театр организовал множество драм-кружков в студии, выступали в госпиталях днем и ночью, на концертах, разъезжали по области и на собранные деньги подарили фронту целую авиоэскадрилью. Вот вы видите, Малый театр фронта. Большой театр. Большой театр. Ситуация складывалась непросто. Во время войны здание Большого театра основное пытались спасти, замаскировать от воздушных атак, но это не слишком помогло. Бомба все-таки попала в здание Большого театра и не работать там было невозможно. Да, собственно, что значит невозможно? И небезопасно, и уже неудобно в силу разрушений. Значит, существовал зато филиал Большого театра. Это вот слева на фотографии вы видите здание бывшей частной оперы «Земена». Ныне это театр московской опереты. А вторым домом уже в эвакуации, картинка справа, стал дворец культуры имени Куйбышева в городе Куйбышев, ныне снова Самара. Там Большой театр провел почти два года в эвакуации. Там же впервые прозвучала седьмая симфония ленинградская Шостаковича, которая чуть позже была уже транслирована в самом Ленинграде. Но при этом балет жил, опера жила, создавались шедевры. Вот можно вспомнить именно как Ольга Лепешинская, Галина Уланова. Кстати, обе из них исполняли заглавную партию в новом спектакле по балете Прокофьева «Золушка», который был показан в 45-м году в ноябре, как такой победный был жест после Великой Отечественной войны. Пути театров Сталинграда. Ох, у нас остается совсем немножко времени, но я постараюсь уложиться. Это отдельная, конечно, трагическая, но очень интересная, человечески значимая история. Конечно, в силу даже одной и той же Сталинградской битвы театральные коллективы не могли оставаться в городе. Им нужно было эвакуироваться. Причем 23 августа, когда началась бомбежка Сталинграда, этот день поделил историю города, в том числе и театральную историю города на до и после. Перед вами, кстати, знаменитейшая фотография Великой Отечественной войны, как артист спасает собственный инструмент, а выносит он его не откуда-нибудь, а из здания Сталинградского тюза. Опять вы видите, каким он был, каким он стал после войны, когда актеры вернулись домой. Сталинградский тюз, как и многие, как и большинство театров Сталинграда, их путь лежал вверх по Волге, в Казань, или же через Казань и дальше. Так вот, Сталинградский тюз оказался в Казани, где его очень тепло приняли, зная, какая сейчас ситуация в самом Сталинграде. 28 человек были эвакуированы туда, и, к слову, они настолько вошли в труппу театра, составляли больше процентов, нежели казанские актеры, настолько полюбились жителям города, что обратно уже вернулись в Сталинград всего 4 актера из тех 28, которые уходили в Казань. Любопытно, что история труппы кукловодов очень трогательная. В тюзе была труппа кукловодов из 9 человек во главе с артистом и режиссером Александром Александровичем Хмелевым. Семеро из них ушли на фронт, в том числе и сам Хмелев, воевать непосредственно, а две женщины-артистки взяли кукол, собрались и отправились в город Камыш недалеко относительно от Сталинграда, где обосновали, как бы возродили кукольный театр на время войны. Сталинградский областной драматический театр имени Горького. Его судьба, конечно, тоже и сложна, и любопытна одновременно, потому что эвакуирован этот театр был не куда-нибудь, а в Сызрань. Собственно, это было необычное решение. Как правило, убирались города на Урале, в Сибири, в Средней Азии, а тут как-то вышло, что ладно, Казань по пути, но почему Сызрань? Ну, Сызрань так Сызрань. Оказывается, вот какая за этим стояла история. Выбор Сызрань предложил Николай Яковлевич Романов, актер областного драмтеатра имени Горького. Мы его все знаем как шефа банды контрабандистов из фильма «Бриллиантовая рука». Так вот, он предложил отправить актера в Сызрань, где было помещение для театра, а во время советской власти сам театр в Сызрань немножечко нехорошо так говорить, но заглох, просто потому, что даже помещение было отдано в силу ситуации экономической, сложной, под склад в Сызрань в Сызрань и в Сызрань в Сызрань нехорошо так говорить, то будет как раз обслуживаете в Сызрань на самом деле что-то по-сам так, что-то нехорошо так нехорошо так и нехорошо, это Продолжение следует... В конце концов, драмтеатр из Сталинграда дал в Сызране новый культурный толчок. Там затем процветал театр и процветает до сих пор областной драмтеатр имени Алексея Николаевича Толстого. А сам Николай Романов, который предложил эвакуироваться в Сызране, не успел. И он пережил сам Сталинградскую битву, участвовал непосредственно в боях, а с 1943 по 1945 год отправился в Камышин, где служил там на поприще искусства, а потом уже вернулся в Сталинград. Сталинградский театр музыкальной комедии и Омский театр музыкальной комедии. Как они связаны? Сталинградский театр музыкомедии стал мамой Омского театра музыкомедии. Более того, это очень, мне кажется, показательно, Сталинградский театр провёл в Омске ровно 9 месяцев. И, как видите, затем, после войны, в Омске был организован свой собственный театр музыкомедии, родоначальным которого как раз стали Сталинградцы. Сталинградцы прошли очень непростой путь. Вот представьте, вдоль Волги, мимо Казани, мимо Казани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Невероятный до Омска. Причём 200 километров от Сталинграда они шли пешком. Они физически не могли взять с собой минимум даже декораций и костюмов и пришли, в общем-то, в Омск ни с чем. А теперь такой сюжет о взаимопомощи и тесном контакте между театрами Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Большой театр прислал сталинградцам в Омск костюмы из Свердловска, Екатеринбурга. Прибыли ноты, это же всё-таки театр музыкальной комедии. Взаимопомощь, конечно, была огромная и невероятная. А, секундочку. Мне хотелось отдельно ещё сказать вот о чём. О той самой труппе кукловодов. Когда все эти театры после Сталинградской битвы, после Победы вернулись домой, вернулся Александр Александрович Хмелёв, который до 80-го года возглавлял уже новый, восстановленный театр кукол Сталинграда. Ещё такой любопытный факт про Сызрань. Хотела упомянуть про контакты. Почему путь проложен в Сызрань был? Почему они так тесно контактировали, Сталинград и Сызрань? Сызрань обеспечивала дизельным топливом те 2000 танков, которые прорвали оборону Сталинграда. Кроме того, во время войны Сызрань поставляла танковые авиационные горючие. То есть контакты были налажены. Такое общение непосредственно с Сызранью и военное, культурное тоже надо отметить. К вопросу о куклах. Заканчивая наш сегодня с вами разговор, я хочу напомнить о... Может быть, напомнить о кого-то познакомить. Замечательной работой режиссёра, драматурга, кукольника Резо Габриадзе, который называется «Сталинград». Или, как говорит сам автор, «Реквием по Сталинграду». Я просто рекомендую, не могу просить, но очень советую посмотреть, если не весь спектакль, то хотя бы последнюю заключительную его сцену, где мама муравьиха произносит монолог о своей погибшей дочке на войне. И вот представьте, что мама муравьиха обращается к Господу и говорит такие вещи, что «Ну вот кто мог жить тише, чем жили мы, муравьи?» А тем временем, чисто даже сценографически представьте, маленькая лесенка с погибшим муравьём медленно поднимается к небу, а мать муравьиха в конце спектакля тихо и молча зарывается то ли в сахар, то ли в снег, то ли в пепел, то ли в песок. Это буквально три минутки вашего времени. Но это, как вам сказать, этот малюсенький фрагмент из кукольного спектакля показывает, насколько тонко, нежно, точно языком искусства, очень хрупким языком, мы можем пусть касаться, но проникать самое в сердце даже таких тем, как Великая Отечественная война. Продолжение следует...